Пробежав Нево и Лоун и посмотрев все дополнительные материалы, человек, такой же впечатлительный, как я, рискует надолго заболеть мечтами о крайнем севере. Заняться резьбой по коровьей кости, построить во дворе девятиэтажек из смеси снега и грязи опуяк и объявить себя охотником, пошивая обувку из местных котов. Мало что вообще способно заставить так восхищаться чужой культурой, как это делает Нево и Лоун. Я редко уделяю время истории создания конкретных игр, но в случае с Нево и Лоун пару слов сказать стоит. На территории Аляски до сих пор проживают местные племена инупиатов, живших там задолго до прихода белого человека. Западная цивилизация не изменила хозяйственную основу их жизни. Они по-прежнему охотники и рыболовы. Но к испытаниям суровой природы добавился стресс от необходимости постепенно перестраиваться в соответствии с чужеродной культурой, алкоголизм и прочие прелести. Некоммерческая организация Куканлет Трайб Канцл, Совет Племен Залива Кука, создана, чтобы решить две проблемы. Первая – сохранение самобытной культуры инупиатов. Вторая – лечение острых социальных болячек, помощь в получении образования, помощь сиротам и детям из малообеспеченных семей, лечение больных алкоголизмом. Чтобы сохранить свою культуру, надо, чтобы ее уважали как собственные ее носители, так и люди других культур. А чтобы решать социальные вопросы, нужны деньги. Менеджменту Совета Племен Залива Кука приходит в голову неожиданная идея для решения обеих проблем сразу. Мы сделаем игру. Расскажем в ней о своей культуре, а заодно немного денег заработаем. Сказано – сделано. Создается дочерняя, теперь уже коммерческая организация APA One Games, которая и должна заняться разработкой Neville Loan. Я полюбил Neville Loan с первого же трейлера. Красивых, необычных внешних игр сейчас достаточно много. Но мало где вы увидите столь зрелый изобразительный стиль. Арт-директор проекта, уроженец Одессы Дмитрий Веревка, интересовался искусством народов Севера, еще будучи студентом. Во время же работы над Neville Loan он много общался с художниками-енупиатами, изучал сохранившиеся образцы народного искусства, учился резать по кости. Не став полностью копировать оригинальное искусство местных жителей, он выработал для Neville Loan на его основе свой живописный язык. Многие сцены поражают сдержанной красотой. Я сомневаюсь, что кто-то в гейм-девелопменте способен рассказать о суровом очаровании местной природы лучше. Часть команды, создававшей Neville Loan, матерые девелоперы. Часть инупиаты. Две части команды, две культуры соединились, чтобы рассказать очень непростую вещь. Чтобы рассказать, что значит быть инупиатом. Из сотен местных историй для сюжета игры выбрали Кунуксаюку Роберта Кливленда. Наратор будет пересказывать этот гениальный в своей простоте сюжет на инупиаке, одном из языков эскимоско-олеутской семьи. Еще лет 80 назад именно так рассказывали свои истории местные жители. Теперь же на инупиаке говорит всего чуть больше 2000 человек, и большинству из них за 40. Если этот язык, не дай бог, умрет, Neville Loan будет наравне с аудиозаписями самого Роберта Кливленда хранить о нем память. Как справедливо замечают некоторые критики, у Neville Loan есть недостатки. Да, платформинг не везде удачен, и в большинстве мест лучше было бы обойтись без попыток создать хоть какой-то челлендж. Да, с прицельным метанием камней на веревке, орудия под названием болот, у меня были постоянные проблемы. Да, и и партнеры местами хромают. Когда ведомый искусственным интеллектом писец после неудачного прыжка встречает своего тезку, понимаешь, что игра не безупречна. Я должен вам сказать о недостатках, чтобы не создавать необоснованные ожидания. Но и заострять на огрехах внимания мне совсем не хочется. Ведь все эти недостатки совсем не фатальны. А Neville Loan больше, чем игра. Созданная с амбициозными целями, она делает непростую жизнь маленькой части нашего мира немного легче и светлее. Обострение режиссерского чёса у некоторых геймдевелоперов выливается в лихорадочное лобание кучи неинтерактивных засталок в игре. Вспомним совершенно негуманный в этом плане МГС-4. Оказывается, бывает и наоборот. Снявший не один фильм режиссер Джозеф Фаррес, видимо, давно бредил идеей создать собственную игру. И шанс проявить себя в роли геймдиректора у него появился. То, что за Бразер взялась Старбриз Студия, сказалось бы, снимало все опасения по поводу технической состоятельности игры. Но в своё распоряжение Джозеф получил в основном совсем неопытных девелоперов. Учиться пришлось на ходу. И, надо сказать, результат впечатляющий. Никогда бы не подумал, что команда новичков под руководством новичка способна сделать современную игру такого уровня. Графический Бразерс выполнено блестяще. Да, это не ААА тайтл, но разработчики отлично понимали, что они могут, а что не могут. И не пытались сделать что-то для галочки. Редкие примеры игры, где мне нравятся абсолютно каждая локация. Не претендующая на оригинальность сеттинга, здесь он стандартно фэнтезийный, Бразерс берёт проработкой мелочей. Меня очень сильно удивило большое количество анимаций у персонажей, которые используются за всю игру только один раз. Также в игре полно и геймплейных элементов, вполне себе хороших, но одноразовых. Как говорит сам Джозеф Фаррес, если бы не стеснённые бюджеты сроки, мы вообще бы ни разу ничего в игре не повторяли. Игра довольно короткая, и на всём своём протяжении остаётся всегда свежей и непредсказуемой. Давайте сразу о главном. С самого начала Бразерс задумывался не столько игрой, сколько историей. И тут абсолютно всё подчинено повествованию. Сложность почти нулевая, задачки все простые. Ничто не должно вас останавливать на пути. Последовательная смена туна игры, с пасторального на сурово мрачный, сквозные мини-сюжеты, всё создаёт определённое настроение, помогает центральной теме этой игры, теме взросления раскрыться полностью. И это при том, что все персонажи в игре говорят на тарабарщине. На, маффи, иса да. Иа да. На, маффи, бади на. Выбор псевдоязыка для общения персонажей не случайен. Автор сознательно уходит от банального пересказа сюжета, пытаясь заставить вас его пережить, а не услышать. Вот тоже странная штука. Одна и та же вещь, управление, является наибольшей проблемой и одновременно одной из самых ярких сторон этой игры. Первая половина Бразерс проходит в мучительных попытках свыкнуться с независимым контролем двух персонажей сразу. Но у управления, как и у каждого элемента этой игры, есть своя повествовательная функция. Да-да, некоторые вещи в Бразерс вам именно что дают прочувствовать руками. Не буду спойлерить, скажу только, что один из самых эмоционально сильных моментов построен целиком на управлении. Безусловно, Бразерс делалась стоя на плечах гигантов. Влияние Ика и Лимба тут много где чувствуется. Но это именно что чувствуется, все-таки игра очень самобытная и уж точно ни одну игру или комбинацию игр полностью не повторяет. Бразерс, к счастью, вышел на PS4 на физическом носителе. Даже пережиток прошлого античный манускрипт приложили. Одним из бонусов на диске является летсплейная нарезочка с комментариями Джозефа Фарреса. Очень советую посмотреть, если Бразерс вам нравится. Слушая авторские комментарии по поводу сюжета, я думал о том, что Джозеф мог бы вообще ничего не пояснять. Не говоря ничего явно и открыто, он рассказал историю так, что увидеть ее по-другому вряд ли получится. Просто взял свои мысли и чувства и вколотил мне в башку и сердце. Настоящий художник. По скриптам. И Джозефа, и большую часть его команды подобрала EA. Не заламывайте в ужасе руки. Вроде все хорошо, дали полную творческую свободу. Насколько я знаю, Джозеф на радостях вообще отказался от съемок фильмов. Говорит, что сейчас он с командой сделает такое, что мы никогда такого не видели. Лично я очень на это надеюсь и жду. Я часто бываю жутким занудой и скептиком. Вот давайте представим такую ситуацию. На дворе 2009-й. Небольшая команда разрабов с потенциально проблемным финансированием их грядущего проекта начинает работу над новой игрой. Начинает с радикальных манифестов. Вот, говорят, в мире и так достаточно хороших игр, построенных с акцентом на приличный, интенсивный геймплей. А мы сделаем по-другому. Мы, говорит, сделаем игру не на геймплейном фундаменте. В основу всего мы положим эмоции, которые она должна пробуждать. А еще, говорят, мы совсем по-другому видим мультиплеер для нашего проекта. В нем не будет места конкуренции, только сопереживание и взаимопомощь. И вот, допустим, через два года эта маленькая, но креативная команда начинает проверять свое творение на людях. И ничего не срастается. Не дает игра нужную эмоцию. И тогда отважные разрабы берутся все переосмысливать, переделывать. А сроки поджимают. И деньги кончаются, и контракт с Sony. Игру надо вчера сдавать. Кто-то недополучил зарплату за несколько месяцев. Через год, в 2012-м, игра все-таки выходит. Теперь предположим, что вам все это рассказали в 2012-м. И спросили, как думаете, какой предстанет перед нами эта игра? Мой ответ был бы, какая-нибудь хипозная халтура с потугой на безумную оригинальность. Приключения малинового додекаэдра в стране экспериментального джаза. Когда же вместо уродца на свет после страданий, творческих мучений и материальных невзгод Z-Game Company выпускает такое, становится стыдно за собственный скептицизм. Жизнь все-таки прекрасна и удивительна. В джоне вас лишат силы менять окружающий мир. Натурально. У главного персонажа даже рук нет. Видишь вон ту коронованную лучом света гору на горизонте? Тебе туда. Зачем? Вопрос, выходящий за рамки этой игры. Когда-то эти потрясающие просторы были населены существами деятельными, создавшими огромные и странные города. Время этих существ давно прошло. И ваш герой вынужден, не ломая и не строя, пройти до той самой горы, пытаясь прочувствовать законы этого почти разрушенного мира. И вам, вместе с ним, надо просто идти вперед. Не решая никаких задач. Не упражняясь в ловкости. Созерцая. Вокруг удивления этим непонятным миром, вокруг восхищения его красотой и строили всю игру. И это редкий случай, когда амбициозная задумка нашла гениальное воплощение. Понимаете, одно дело чего-то просто хотеть, а другое сделать. И сделать так, как сделано Джонни. Один песок. Песочек. Песоченька, как выглядит. Нежно-желтый в лучах восходящего солнца, горящий в закатном огне и отдающий холодный синевой в лунном свете. Сколько сил было потрачено на подбор этих цветов, на острые отблески искорки отдельных песчинок. Такой скрупулезный труд удивляет даже в играх с астрономическим бюджетом. А в игре, которую делала совсем небольшая команда, которую делали в адском стрессе, подгоняемые постоянно срываемыми дедлайнами. Смотрю на этот песок и просто не верю, что это могло получиться. Вообще работа над фильм видна повсюду. Все вокруг живет и функционирует почти без огреха. Дизайн уровней потрясающий. Несмотря на кажущееся отсутствие ограничений и прямых подсказок, вы никогда тут не заблудитесь, пролетая единым стремительным порывом к заветной цели. Как бабочка на огонь. Ах да, эти случайные встречи. Такой же, как вы игрок, проживая свой Джонни, может оказаться на время вашим попутчиком. Как и обещано, в этой игре вам не за что состязаться. Помочь друг другу немного можно. И посопереживать. В конце игры вам любезно показывают PSN ID игроков, постречавшихся с вами в этом мире. Не сказав ничего конкретного и не выбрасывая на игрока никаких испытаний, игра показывает финальные титры ошеломленному виртуальному путешественнику. Как минимум каждый десятый читает эти титры, стирая с щек слезы восторга. Такое не забывается. Субтитры подогнал «Симон» А у вас есть любимые игры, о которых можно было бы сказать маленькая игра «Большое путешествие»? Если есть, пишите мне в комментариях. Может быть именно об этих играх я расскажу в одном из следующих выпусков. Спасибо вам за просмотр. И всем всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!